Здравствуйте! Большое ли отличие мышления мужчины и женщины? В чем разница и какие у них преимущества? Значит, что я вам по этому поводу скажу? Прежде всего, для того, чтобы избежать неправильных толкований меня. Я доктор, то есть в смысле врач. Для меня мозг — это набор нейронов, которые связаны как-то. Каждый мозг индивидуален. То есть у каждого из нас есть свой собственный мозг. Ну, у кого он есть. При этом, поскольку в процессе формирования нашего эволюционного и потом биологического, антогенетического и так далее, он претерпевает специфические трансформации. И если мы возьмем все женские мозги и все мужские мозги и скажем, есть ли разница, мы обнаружим разницу. Но если мы возьмем один мозг отсюда и один мозг отсюда, вот не факт, что будет эта разница. И вполне возможно, что этот мужской мозг, принадлежащий мужчине, будет больше похож на женский мозг, чем мозг конкретной женщины похож на женские мозги. Улавливаете. Поэтому это среднестатистические данные. Статистические. Значит, в чем они заключаются? Значит, у женщин вообще больше клеток нервных. В среднем. Вот. В мозге. Значит. Но у мужчин больше связности. То есть, связи больше. То есть, серых клеток уркюль-пуару он врал. Вот. Это у Агаты Кристи было много серых клеток. Но связей было больше уркюль-пуару. Это первое. Второе. Значит. У мужчин и женщин есть правое и левое полушарие. Как говорила моя любимая Фаина Радевская, вторая половина есть только у таблетки и у попы. А я полноценная. Вот. Это шутка. Да. Значит. И у нас два полушария. И вот в среднем у мужчин, значит, выше связанность внутри каждого правого и левого полушария. То есть, они сами по себе с друг другом связаны. Но правое и левое полушарие соединяется мозолистым телом. То есть, это нейронные пучки такие, которые связывают правое полушарие с левым полушарием. И вот у женщин связанность между полушариями в среднем выше, чем связанность у мужчин внутри каждого полушария. К чему это приводит? Значит. Так получилось, что в процессе нашего взросления происходит так называемая латерализация функций. Это что значит? То есть, сначала мозг. Мы же приходим в этот мир с совершенной заготовкой. И в процессе наш мозг начинает обретать определенный функционал. И вот правое и левое полушария начинают делить между собой функции. Вот, например, функция речи. Если вы возьмете детский мозг и посмотрите, как он реагирует на словесную стимуляцию, то вы увидите, что у него реагируют и правое, и левое полушарие. Но если вы возьмете взрослого человека, на самом деле уже с 11 лет, то вы увидите, что на речь реагирует левое полушарие, но не реагирует правое. Значит ли это, что правое полушарие отупело и перестало что-либо понимать? Нет, не значит. Оно продолжает понимать, но очень специфическим образом. Во-первых, правое полушарие реагирует на новизну, на все нестандартное. Правое полушарие способно... Оно отвечает за, с одной стороны, метафоры, понимание метафор. Что такое метафора? Вот я вам говорю. Мы спорили с ним до последней капли крови. Ну, очевидно же, что мы, во-первых, не последние, как минимум. Но в спор часто становится метафорой войны, драки. Это хорошо показано в знаменитой работе Лакоффа, метафоры, которым мы живем. Это один из самых таких выдающихся юридистов. Вот это правое полушарное мышление. Оно более образное. Оно очень специфически структуру предложения способно ухватывать. То есть, если это в правом только будет полушарий, в левом, то вы можете в структуре предложения начинать смысловые ошибки допускать. Вот. То есть, и это только я про речь рассказываю, да? Значит, и вот эти полушария разные. Значит, в результате вы, наверное, хотите узнать, чем отличается мужское мышление от женского. Значит, вот мужчины, из-за того, что у них вот эти полушария отдельно работают, как два колеса, в каждой своей этой логике, им бывает очень трудно высказать собственные состояния. Да? Потому что состояние переживания, ощущения, они больше в правом полушарии, а левое полушарие должно их обозначить через мозолистое тело. Но у мужчин больше связанность вот тут и вот тут, а не вот тут. Вот тут больше у женщин. Поэтому женщины, во-первых, мыслят легче, способны выразить самих себя в словах и так далее. Мужчина, как понять собака, даже не понимает. Сказать не может, не понимает, но чувства сложно выражать. Во-вторых, лечевые центры у женщин выражены лучше, поэтому они, в принципе, более общительны, более разговорчивы. В среднем все женщины, в сравнении со всеми мужчинами, потому что есть женщины, из которых слова не вытянешь, есть мужчины, которые болтают, как... Лучше бы молчали. Вот, да. Это вот, значит, второе. Социальность. Женщины используют общение как способ установления психологического контакта. Мужчины, когда общаются, они не психологический контакт устанавливают, в среднем, а они мысль пытаются структурировать. То есть вот женщина может просто поговорить, вы что делали? Да мы поболтали. Чего? А смысл, спрашивает мужчина. Но женщина просто из-за того, что она говорит, она это делает, как социальную функцию. Она устанавливает социальные связи. Она обменивается образами, состояниями, переживаниями и так далее. А мужчина обменивается смыслами. То есть он какую-то мысль думал, с трудом сформулировал, а теперь вам организует. И это, конечно, сильно отличает мышление. Но если женщина-конструктор, вы же, наверное, знаете, что мы сами, в принципе, по-разному устроены. То есть у нас есть конструкторы, центристы, рефлекторы. Три разных способа коммуникации внутри мозгов. Если женщина-конструктор, то она будет больше похожа на мужчину с точки зрения того, как она думает. Если мужчина-рефлектор, то он будет больше похож на женское мышление. То есть он даже будет разговаривать для коммуникации, понимаете? Вот. Будет сыпать метафорами вот это все художественное. Родзинского, помните? Екатерина! Сталин! Вот это все. Это, да, рефлектор. Вот. Это более так. Поэтому есть различия, но не надо... Единственное, я просто предложил бы вам, значит, если у вас сильно мужское мышление, да, то просто тренируйтесь рефлексировать собственное состояние. Тренируйтесь себя высказывать. Тренируйтесь обозначивать то, что с вами внутри происходит. не абстрактные смыслы, а самих себя. Если вы у меня женщина с таким традиционным мужским мышлением, значит, пытаетесь увеличивать тяжесть смыслов, идей, которые у вас возникают. То есть не эмоциональную тяжесть, когда вы много-много говорите, вот как бы, чтобы создать эффект, да, вот, а усложняйте, смотрите на детали, видите подробности, это, кстати, правое полушарие, вот, обращайте внимание на нюансы, связывайте их друг с другом, и тогда качество вашего мышления в целом будет улучшаться. в целом Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!